Православные верующие вступили в Успенский пост. Он посвящен Пресвятой Богородице и завершается перед праздником Ее Успения. В Наринмаре первый день поста отмечен знаменательным событием – освящением поклонного креста на территории Богоявленского собора. Семиметровый листреничный крест изготовлен в Архангельске и доставлен в столицу Ненецкого округа по воде. Он призывает к поклонению Спасителю, поэтому и именуется поклонным. Освящение креста назначено на особенный день. Первый день строгого Успенского поста, который предвещает праздник Успения Божьей Матери. Издревле именно в этот день уставам предписывалось совершать торжественное шествие, крестный ход, освящать, знаменовать источники, пути, места жительствования крестом, как свидетельством Христовой победы над всяким злом, над всякой неправдой, над всякой неправедностью человеческой. И вот в этот день мы тоже совершили этот праздник и осветили величественный, славный крест, который был сооружен с помощью многих людей. Многие люди в свою лепту внесли трудов, забот, попечений. Успенский пост – самый короткий из всех постов. Он длится всего две недели и заканчивается 27 августа. В церкви особо подчеркивается, что пост кардинально отличается от вегетарианства или обычной диеты. Это в первую очередь воздержание ради Христа, как в телесных удовольствиях, так и в душевных развлечениях. Желаю, чтобы это время, краткое, но благодатное, всего лишь две недели, были благословенными днями, святым временем, деланием добрых дел и совершением христианских добродетелей. Во время поста верующие стараются с помощью Божией победить определенный свой недостаток, вернуть мир и согласие в те отношения с ближними, где они утеряны. Пост – это значит мясо не есть, читать молитвы. Пост – это два крыла, как говорится, молитва и пост. Пост – это все для меня. Очищение души. В Наринмаре первый день Успенского поста ознаменовался началом доброй традиции – привозить к поклонному кресту камни с мест паломничества. Первые два сувенира со святых мест возложил епископ Наринмарский Мизенский Яков. Надежда Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».